друзья всем привет сегодня хочу повязать немножко повязать посмотрите у меня одна копилась целая такая корзина уже нарезанных моточков это вот история как говорится вот я буду сегодня вязать ну вот так не знаю не знаю не знаю разные цвета прямо сиреневые всякие разные всякие всякие это мы еще как говорится поковыряемся выберем что хотим а вязать буду сегодня прямоугольный коврик у меня много на канале круглых шестигранников половичков связанных туда-обратно и в общем меня попросили связать покажите как вязать прямоугольный коврик именно прямоугольный и как раз мне нужен прямоугольный ковричек для ванной комнаты хочу там поменять поэтому буду вязать прямоугольный коврик у меня хотя есть прямоугольные на канале но такие большие сейчас свяжу небольшой вот у меня вот такие крючки два крючка пять с половиной есть один шестой но я буду наверное вязать пятерочкой но таким не важно давайте будем вязать так вот у меня уже подготовленная пряжа это такое синтетическая ткань она очень легкая если она лежит не на солнце то она носится по нескольку лет вот но если она будет при высокой температуре где-то в бане хранится на солнце лежать она быстро разлазиться и так что делаем для начала я наберу как бы заготовочку для своего коврика а это делаю первую петлю воздушную и теперь набираем но не знаю сколько ну давайте наберем давайте наберем 10 посмотрим 1 2 3 4 начала с белых 5 6 7 8 9 10 ну и что это это очень мало так минимум 20 еще набираем 10 петель и так друзья в итоге я набрала 30 петель вот 30 петель как мы начинаем вязать первый ряд мы вот связали 30 воздушных петель и первый ряд мы просто делаем одну петлю подъема фактически это 31 и идем вот не в эту же получается в следующую начинаем вязать обратно петлями без накида в общем как продернули петлю получилось вот 2 на крючке 2 вместе провязали опять через петлю продергиваем через одну стенку 2 вместе провязали вот это петли без накида идут вяжем в обратную сторону наш коврик значит все наши 30 петель вот вот так вот получается у нас смотрите я довязала все свои 30 петель на вот тут же вот он это вот середка теперь нам нужно сделать какие-то углы вот смотрите друзья осталась последняя петля я специально не провязала последнюю петлю я что делаю я ее провязываем и чтобы получился у нас угол заворота я провязываю в эту же петлю еще две петли таких же простых петли без накида вот была одна это теперь вторая вот она третье вот в этом месте у нас уже стал получаться поворот дальше что мы делаем теперь мы идем раз мы уже начали делать поворот мы теперь идем не обратно как вяжем половичок а мы идем на эту сторону вот у нас здесь есть петля вот она петля последнюю как первая петля и здесь мы теперь тоже провязываем 3 петли вот раз два три провязали 3 петли в первую петлю и теперь вяжем наши остальные петли по обычно по одной петли в каждую раз вам три и так далее все мы сделали первое закругление вяжем до конца ряда теперь немножко хотела с вами поговорить о нитках вот этот вот из этой ткани коврик получается очень легкий и довольно таки такой мягкий но хочу сказать что по прочности он не сильно как бы прочный как я уже сказала он не любит горячие температуры и прямые солнечные лучи он просто раз может распасться в труху но зато он такой легенький как бы и стирать его удобно стиральной машине если вы вяжете из футболок то коврик получается очень прочный можно использовать и на солнце и на улице и в бане там ну да везде как говорится в хвост и в гриву да вот он получается очень прочный надежный но он довольно таки тяжелый ребят и ну как бы все еще зависит от того какие у вас там футболки или лосинки какого цвета тоже ну такой у вас и получится коврик если у вас яркие футболки коврик будет яркий если у вас темные будет темным и можно вязать еще конечно из хлопчатобумажной ткани но имеется ввиду из простоплательной какой-то там ситчик или что-то хб можно но сразу скажу края сыпятся вот края сыпятся и периодически немножко как бы он махратится я поэтому не использую для ковриков чисто хлопковую ткань только если я шью с треугольничков и так ребят смотрите довязала довязала вот она последняя петля здесь провязываю 3 3 1 2 в нее же и 3 в нее же все мы сделали это угол за воротом теперь идем дальше по кругу получается здесь тоже еще первая петля вот когда мы до вяжем до сюда здесь уже будет уже одна как бы лишняя петля но начинает коврик расширяться но пока здесь мы только еще начали вязать он еще не расширяется здесь тоже значит также делаем 3 петли 1 2 3 вот так ребят и вяжем опять до конца ряда теперь что хочу сказать про ввязывание или другой цвет можно допустим продолжать вязать еще белым середку ну допустим вот такая будет середка до шириной белой потом другие какие-то ряды пойдут но это все зависит от того как сколько у вас количество не так вот но у меня допустим ну хватает белых белых у меня много допустим каких-то мало ну давайте знаете как сделаем давайте вяжем ну вот серенькую например сейчас покажу как я ввязываю новую нить или это ввязываю новую нить или соединяю это ну такую же белую вот смотрите вот у нас осталось приблизительно 15 сантиметров что я делаю я прикладываю вот так вот придерживаю этим пальцем этим пальцем и еще провязываю ну как бы простую белую да вот у нас была белая раз и тут уже видите она уже кончается вот она уже кончается но еще раз половину петли хватит ну не знаю может быть не хватит а может хватит но давайте вот так хватит вот ну даже не до конца связала ее ну что я теперь делаю вот этот кончик я просто меняю местами просто меняю местами теперь я белую придерживаю и начинаю вязать серы и у нас по и получается надежное соединение и не видно никаких хвостов вот это вот просто потом обрезаете и все она хорошо держится не распускается вот все мы начали вязать вот это еще вот так можно прижать ну чтобы получше ввязалась вовнутрь вот так все мы начали вязать серой петлей правда я начала не сначала ну да и бог с ним вот такой реку меня будет домашний конечно если вы хотите чтобы у вас прям с одного места начинались другой цвет то тогда надо начинать но допустим ну или селед с одного и того же места надо начинать ну я не стремлюсь к этому поэтому вижу вижу да и вижу вот так вот все идем опять серыми нитками до нашего угла поворота итак друзья вот смотрите я уже довязала до угла поворота вот наша петля в которую мы провязывали 3 1 2 3 теперь что мы делаем в первую вот их здесь то вот три петли но здесь кажется что 2 сверху вот в первую петлю мы провязываем 3 петли в одну петлю вот это 2 и вот сюда же 3 теперь смотрите у нас уже вот как бы коврик начинает прибывать это простая петля мы теперь просто уже провязываем просто одну петлю раз теперь смотрим вот у нас угол поворота начался опять 2 и вот опять 3 петли в одну петлю и мы в первую провязываем 3 петли без накида это уже два и это уже три вот сделали угол поворота у нас уже четко вырисовывается прямоугольный коврик вот и теперь вяжем обычно без прибавления вяжем наш коврик до следующего угла поворота и наш коврик начинает равномерно прибывать со всех четырех сторон здесь принцип все равно бабушкиного квадрата но только мы вяжем не квадрат а прямоугольник а прибавление также как и на квадратном коврике на углах видите уже как получается белая середка можно было ее пошире связать но если этот коврик на пол то белого не обязательно много чтоб можно поменьше или чаще стирать тогда надо все вяжем дальше что еще друзья хотела сказать в принципе здесь не надо никакие петли считать где вязать угол она четко видно вот видите вот здесь было провязано 3 петли значит в первую вы опять вяжете как бы но в следующем круге 3 петли вот здесь простые петли вот а вот начинаются 3 петли да и вот я в первую петлю провязываю 3 как бы всегда на одном и том же месте у нас идет прибавление угол за ворота и и получается весь коврик прибавляться в одном и том же месте он что-то я так болтая болтая 3 провязала так ну-ка да раз два три то думала уже 2 вот в принципе я довязала до вот у меня уже на второй круг не хватит нет ну ладно мы над ставим чем-нибудь тоже серенькими над ставим вяжем до конца итак я добавила уже вот такой вот какой-то бордово-коричневый цвет вот так вот у меня получается ну и сейчас решила вот такой вот добавить молочный цвет такой как сливки на у меня много таких ниток поэтому как бы добавляю то чего много вот ну как всегда придерживаю провязываю там под короткая но наверно пол петли проденется да вот видите вот так поменяла местами сверху теперь молочная и пошла вязать дальше а эту придерживаю и вовнутрь ввязываю вот постепенно добавляем какие-то цвета если нужно если не нужно вяжем с одной нити у кого какие нитки можно вязать конечно такое из остатков пряжи коврики надо вязать из пряжи тогда потолще а то так будут слишком тонкие коврики вот видите уже идет вяжем дальше так друзья вот такой коврик у меня уже получается прямоугольный вот уже провязала оранжевый цвет но и сейчас решила еще вязать белый вот еще раз показываю какие-то делаем прижимаю может некоторые скажут что часто повторяюсь на повторение мать учения вот вот так вот уже прихватила и вот так получается у нас белая нитка ввязывается вовнутрь все смотрите это и осталось совсем немножко да теперь мы меняем местами эту я прижимаю а белый теперь продолжаем вязать все и у нас связалась оранжевая и белая нитки надежно вот нет больших узлов а вот это вот кончики можно потом будет аккуратно срезать и все ну вот друзья довязала я коврик мне кажется что уже мне достаточно для ванной комнаты и вот так вот он получился видите но 40 если распрямить это 45 46 сантиметров но ребят еще по мере того как он будет лежать там после первой стирки вот эти немножко швы растягиваться принципе он может растянуться почти до 50 немножко он как бы расплющивается и расширяется а вот так вот в двину он у меня получился в длину получился 83 сантиметра вот но опять же смотрите все зависит от того какую делаем середину если мы сделаем чуть пошире ну вот эту пример изначально когда мы вяжем туда-сюда да а потом начинаем обвязывать по кругу у нас он будет не такой вытянуты более такой как бы ширину пошире все как говорится уже тут подбираете сами что вы хотите как вы хотите вот изначально у меня здесь было 30 петель и туда-обратно я связала ну как скажем два с половиной ряда 1 это такой как бы он же мы одну петлю забрали с первого ряда вот теперь что это лицевая сторона когда вяжется по кругу вот здесь практически ничего нет ну кое-где там даже они вижу вот видите вот какие-то кусочки обрезать и все там вот этот хвостик с обратной стороны будет чуть побольше это тоже все обстригаем и наш ковричек уже все готов вот это изнаночная как бы сторона нашего коврика ну вот друзья просили я вам показала как связать прямоугольный коврик было полезное видео поставьте пожалуйста лайк или дизлайк если вам не нравится и до скорых встреч с новыми работами вот это вот кстати крючок пять с половиной сантиметров им я вязала вот этот коврик на этом все ребят пока пока